Итак, дорогие друзья, всем большой привет! Модификация под названием Anomaly получила некое обновление в виде сборки под названием Extended. Сегодня я в неё поиграю и начну проходить, возможно, возможно, нет. Но опять же таки, если вам, конечно, всё понравится, и не переживайте за счёт возвращения в зону, оно будет выходить, и мы будем, собственно, чередовать ролик. Всё, я, в принципе, вернулся, есть возможность сделать видео каждый день, на всяком случае, я надеюсь. Поэтому один день будет вот эта сборочка интересная, которую мне, кстати, представили в ЗБТ, в статусе ЗБТ, да. А второе, это как раз-таки возвращение в зону. Ну что, новая игра, давайте посмотрим, за кого тут вообще можно сыграть. Так, ага. Не знаю, даже звать, наверное, чем за дефолтных сталкеров, я так полагаю. Не будем голову себе морочить, наше сеть просто посмотреть, что за сборка, что тут можно делать. Поэтому давайте меняем себе имя на Голдмен. Как бы это... Давайте вот англичанин такой пришёл. Звать его вот так вот. Голдмен. Всё правильно. Дальше, группировка Кордоне пусть будет. Профиль выберем себе какой-нибудь, какого-нибудь, не знаю даже кого. Ну это волчары. Вот такой вот челик вообще максимально загадочный. Тяжёлая и выживание уровень сложности. Так, тёрная дорога, одну жизнь мы всё выключим. Открытая зона пусть будет. Так, ну и давайте себе в самом начале возьмём себе ножик надо хороший брать. Я его постоянно просто забываю брать. Возьмём себе сразу дозиметр. 700 очков у нас осталось, да. То есть мы уже... Ну, кстати, можем взять себе сразу зарю, наверное. Но давайте припридержим. Возьмём такую вот куртку-стрелка, так называемую. Возьмём себе дробовик. Первонаперво. Пару бинтов с аптечками. А где аптечки? Вот аптечки вижу. И еду, и воду. Да, а что мы забыли, подожди, мне кажется, что мы забыли. А, я противога... А, во, респиратор можно взять, отлично. В принципе, какая-никакая защита будет. Хотя, погоди, можно же как-то... А сколько стоит, подожди? 75, блин. Ну давайте, наверное, придётся чем-то жертвовать. Да, вот так сделаем. Так, и возьмём воду, наверное. Потому что еда вроде как есть в зоне. Ну всё, поехали. Голдмен начинает игру в очередной раз в марификации аномали. Поехали. Я, конечно, начал в дождливую погоду. Ну ладно, что теперь поделать? В общем-то, марификация аномали экстендед приветствует нас. Сидорович опять-таки там работёнку требует какую-то. Те, нет, она у него есть. Так, надеваем на себя сразу противогаз. Тут, по-моему, у меня включён токсичный воздух. И поэтому противогаз без фильтра, ну, вроде как, не имеет никакого смысла. Но, если что, купим себе первоначальные какие-то фильтры. Так, что у нас ещё есть? Палочка, понятно, дозиметр на восьмёрочку чекается. Да, всё здорово. И, в принципе-то, да-да-да, подфризывает чуть-чуть. Вот такая вот сборка. Достаточно красиво здесь. А, у нас болты, кстати, конечные. В принципе, можно, наверное, их выключить, эти конечные болты. Если так подумать, зачем они нужны нам. Всё-таки мы играем не на одну жизнь. Мы не идём за ачивкой условной, поэтому... Да мы тут и не дойдём. Поверьте мне, сборка сложная. Я в неё поиграл полчасика примерно. Сука, что за фрезы? Вот что это такое? Ну ладно, тут полкордона надо сразу прокрузить. Я понимаю, я понимаю. Это достаточно сложная, видимо, задача для игры. Ну хватит, сегодня фриз уже, надоел. Слышу сразу стрельбу какую-то. Сохраниться хоть можно? Я сейчас буду сохраняться, сейчас не играю, если... Дропнется в самом начале игры. Вот зато там, видите, у него на пальце солнышко, походу, нарисовано, чел. Ты... Что такое-то? Так, сборка сразу себя показывает, что... Так, железо, но очень требовательно. Поэтому все, кто около САВПК, то вряд ли поучатся поиграть. Так, находим сразу отчёт ГРУ о стрелковом оружии. Зачем мне это, правда, прочитать? Ага. А, так это патроны все можно будет крафтить. Короче, если я понял, то типа гамма плюс экстенд... Ой, как он? Экспедишн, ёптать. Ух, нихрена там мутантов. Ух, нихрена там мутантов. Куда вы все направляетесь? Надо как-то понизить, на самом деле, коэффициент. Хотя, я не понимаю, куда они все идут-то сейчас. Нужен толковый, опытный сталкер, который сможет все эти места, тоже опытный сталкер, который должен провести меня вместо именуемой древе новичков. Да хватит фризить, игра, что ты, совсем что ли? Что не нравится, почему такие фризы? Нет, ну это бывает, ладно, окей, не буду мерничать лишний раз, это бывает. Это сталкер, бляха, да сколько можно? Ну, на мутанту же все разбежались. Ну, в принципе, кстати, это легко фиксится. Смотри, заходим в дополнение, тут есть их очень много. И тут есть такая вот ЗЦП, так называемая, аномалия. На аномалии нас интересует, добыча, в принципе, тоже. Вот мутанты. Размер отряда мутантов. Ага. Случайность размера отрядов. На размер отряда мутантов на максимально у меня почему-то стоит случайность. Я не понимаю, погоди, что это значит? Как-то можно пояснить мне? Непонятно. Ну вот надо, походу, это поставить. Ну-ка, подожди, шаблон проявлений, не знаю, что это такое, сталкеры. Вот размер отрядов сталкеров нормально у меня стоит. На единичку. А мутантов, ну, что-то как-то жестко прям. Ну, в принципе... Так, параметр позволяет ЗЦП прекрасно работать вместе с другими надстройками. Это похоже на патч совместимости, только намного удобнее. Ага. Магазин редакс. Шанс спавна магазинов. Ну, например, применить... Мне неизвестно, что мутантов надо, наверное. Я надеюсь, что... Они вряд ли, конечно, сейчас исчезнут. Эти мутанты, которые сейчас тут есть. Ну, хотя бы в будущем, чтобы не было такого. Потому что иначе это ГГ. Тут миллиард мутантов будет на сантиметр квадратный. Вот из-за этих фрезы, скорее всего, из-за них происходит. Есть такое ощущение. Сука, я уже слышу. Не, нахер, я пошел. Все, давай, ББ. Я пошел до деревеньки. Мне вот эти вот свистопляски с вами. Собака, да, привет. Их очень много здесь. Вот что это? Ну, это по-любому из-за мутантов. Блин, надо было зайти перед игрой поставить. Я тебе говорю, это из-за мутантов. 300% это из-за мутантов, что они тут спавнятся. Ну, куда столько? Почему 5-то по дефолту стоит? Это очень много. Вот, пожалуйста, подскажите в комментариях, если я сейчас применил. Да, да, здравствуйте, молодые люди. На вас тут орда летит. Охренеть, причем, сколько всего летит. Можно вообще поставить случайных мутантов, а тут они у тебя будут не собаки, а кусовные бюреры с химерами. Ну, это вообще кринж. Я пробовал так играть, это вообще ужас. Это почти невозможно. Надо кого-то завалить хотя бы. Ну-ка, давай, перезаряжайся. Какой-то двухстволку взял, сообразил, что... Ну, прочитал, так скажем, что тут будут сейчас толпы мутентов идти. Так. Ну, надеюсь, что... Вон, еще летит, 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 летит. Ни хрена себе. Так, ну, вы пока их убиваете. Думаю, что с собаками вы справитесь. Давайте посмотрим, как тут работает добуск, работает ли. Так, забираем. Взять все. Паучный опыт 6 XP. Вот смотри, тут, кстати, по-моему... Вот, есть черты характера. Я, честно говоря, не очень понимаю, как они тут работают. И, походу, нет навыков, потому что магазы тут заряжаются очень быстро. Бегаем мы с начала игры быстро. И зачем вот этот мне XP? Для чего он нужен, мне интересно. Что это значит 2 XP? Для чего это? Раз тут нечего качать. Ну, кроме черт характера. Но, по-моему, черт характера как-то по-другому очевидно качаются здесь. Я, конечно, могу ошибаться. Ёб твою мать! А что тут столько всего-то? Блин, ну надо было в начале игры-то все-таки поставить, потому что... Это вообще ГГ как будто. Подожди, не бей. Мужики, давайте работайте. Че вы тут это делаете? Сидите, стоите. Я надеюсь, что в будущем, в всяком случае, не будет такой херни. Иначе это очень плохо скажется. И на фэпусе, и на логике, что-то типа, ну, как-то на играбельности. Все, да, всех завалили. Так что, надеюсь, разработчик смотрит данный ролик. И если что, он мне подскажет по этому поводу. Так, это нам надо. Это мы забираем. Пущу 6 XP. Но это продадим, ладно. Не знаю, для чего эти XP тоже разработчик подсказывает. Я такие аддоны видел, конечно. Но я не очень помню, на кой хер они нужны. Так долго я, так сказать, играл вот с этими аддонами, которые... 2 XP. Фанат там куда-то летит. Какая-то Enter кнопка не работает. Надо фиксить это, мне кажется. Приходится кнопкой тыкать. Может мне, может быть, тут другого Enter на клавиатуре нет. Так что, че это такое? Странно. Так, 2 XP. Да, ко мне. Здесь у тебя что? Давай, давай, давай. Сердце. Ну, че там находим? Ладно, давай обыскивать. С другой стороны, опять же, видишь, Навара, ты... Ой, там челс-бадох, кстати. Стой. Не обыскивай его, гавник. Гад. Это кий. Это все мне. Я, правда, не знаю, зачем это. По-моему, он что-то очень крутое подобрал. Насколько я помню. У него, кстати, оружие было в таком плохом состоянии. Что ты взял, кстати, у него? Вот надо... Вот тебе прям надо это было, да? Нашли какой-то у него, кстати, контейнер. Интересно, что это за контейнер такой? Для чего он нужен? Так, забираем 4. Хорошо. Я бы еще, знаешь, что сделал? Я бы повысил бы громкость, потому что она какая-то прям больно тихая. Во. Вот так, наверное, получше будет. Так, сейчас сюда забираем. Ничего полезного не нашли. Ну ладно, хотя бы так. Так, а что мы нашли? Что это за контейнер такой? Чемодан. Запертый, защищенный чемодан. Довольно легкий и портативный. Такие чемоданы обычно используются для учеными и военными, для перевозки к секретных крузов. Погоди. А, так это замки взламывать надо. Знаешь, что я бы еще убрал? Я не знаю, где это. Да, мы сегодня сейчас будем настраивать все. Мне не нужна сортировка. Я не очень люблю эту сортировку. Как-то можно ее вырубить? Нет. И где это? Снять прицел. Состояние. Скиллы. Тоже, пожалуйста, об этом подскажите. Сейчас-то ладно. Но, походу, переделка. Не знаю, честно, где это. Тут нифига себе аддонов. Это ужас, конечно. Как сортировка по-английски, я не знаю. И G-Task, это квесты. Не будем, наверное, сейчас тыкаться лишний раз. Подскажите, как эту сортировку вырубить? Ну, прикольно. Имеет смысл, очевидно, конечно, для чего-то. Патроны нашли, кстати. Нашли патроны для пистолета даже? Ничего себе. Погоди, а какие это? Походу, и нормальные патроны нашли. Ничего себе. Так, хип, здорово. С тобой пока общаться мы не будем. Пошли к Сидоровичу с Хоем, посмотрим, что он нам расскажет вообще. Да, кстати, я тут что-то не забыл упомянуть, что мы начинаем-то не в дефолтном таком уже месте. Так, здорово, работа на дец в коем-нибудь? Так, погоди, спасение рядового сталкера. Еще работа мутантов на кордоне, это я сделаю. Еще работа... Все, мутантов на кордоне. Не стрелять. И ждать здесь. А где напарники, почему они не отображаются у меня? Как мне смотреть на их состояние? Всем это понятно, ну ладно. Так, здорово, Сидорович. Так, деньги. Так, про стрелка. Давай про стрелка мне что-нибудь расскажи. Угу, чуть неплохо, я в деле. Так, так, с односвалки завалить. Репутация плохая. Ну, это, видимо, у него репутация плохая, да? Отсюда как понимаю. Блин, что это звуки на улице? Если что, какие-то левые звуки будут, не извиняйте, потому что... Если сейчас я закрою окно, я умру. На улице плюс 33, поэтому я хз как-нибудь тут. Так, на свалке ВТФ задание. Ну давай, ладно, хорошо. А что тебе можно продать? Что вот такого мне не сильно будет надо сейчас? Ну давай части мутантов, наверное, раскинем тебе. А это что за патроны? Причем хорошие, за 113 рублей. Продать, не продать? Пестик возьмешь, кстати? Ни хрена себе, ты как оцениваешь. А погоди, какие у тебя цены, раз ты так оцениваешь? Я вот не знаю. Значит, тут цены сумасшедшие. Я вот прям более чем в этом уверен. Короче, это все стухнет рано или поздно. Так. Вот это тоже забирай. Не знаю, зачем мне это, честно говоря, пока что. Ну давай. За семеру. Забрал. Это. За сколько? За 30. Забрал. Это. За 1700. Я надеялся, что он подороже будет стоить. Ну ладно. А сколько стоит вообще? Ёп твою мать. Все, я понял. Я понял. Хотя 44 вот это вот скорпион какой-то стоит. А там 16. Калаш сколько стоит? 32. А это что за волына? Херна себе. 90 тысяч. А заря? 52. Ну то есть цены плюс-минус такие же, как и в оригинале, да, были. Он тут артефакты всякие продает. Но я бы у тебя максимум дробен, наверное, пока прикупил бы. У тебя она достаточно... Так, погоди, это та дробь? Я надеюсь, что да, потому что тут могут подскамить чуть-чуть. Ну буквально одну давай. А, пинт-аптека, жрачку, жрачка, жрачка. Так, это что такое, кстати? Таблетки кофеина. Ну давай оставим, ладно. А вот по поводу жрачки. Не понял. Есть у тебя вообще и так какая-то? Тушёночка сколько стоит? 3 тысячи! Пошёл ты нахрен с такими ценами! 3 тысячи! Короче, я понял. Очень опен, плюс 143 опыт. Всё, окей, ладно. Так, карта. Давайте посмотрим на карту. Напарники так отображаются, да, у нас. Блин, а куда ты меня справляешь? Зачем так далеко? Чел, ты... Это достаточно далёкое расстояние надо будет пробежать. Так, ладно. Погоди, палочка же у нас есть. Точно. Ну-ка, палочку дай-ка посмотрю. Ой-ой-ой-ой-ой. Прям в глаза аж бьёт. Но приятная такая боль. Ну не боль, но вы поняли. Очень красиво она сделана. Эта палочка. Мне нравится сейчас. Ну давайте обыщем... Так, ну давайте ставьте за мной. Нет, подожди. Пока нет. Ждите меня здесь пока, да. Пока я не хочу двигать с вами. Так. Тут что? Что-то было. Радио нашли, по-моему. Ну-ка, а тут что-нибудь будет полезное? Старый хлеб. Вот это мне надо. Вот этим я и буду питаться всю игру. А то Сидорич там выдумывает какие-то... Тоже мне, конечно. Ладно, палочка пока слишком жёстко освещает. Если, пацан, слишком жёсткое освещение, в плане того, что слишком яркое, тоже в комментах напишите. Можно это убрать и подправить. Довольно-таки несложно, в принципе, это сделать. Так, а тут что? Ой-ой-ой. Сложность замка 20%. Стальной ящик с навесом. Ну взять всё, я думаю, пока. Тут они не гимнированы, нет? Да, палочка прям очень жёстко освещает. Но мы ночью будут прикинуть, как она... Ночью... Это что, леса? Погоди, она ручная или нет? Это их леса или нет? Это чья леса такая? Красави... Красивая. Я сомневаюсь, что это ваша леса. Или она реально ручная? Чего? О, чего тут происходит? С лесой произзаимодействовать нельзя, она куда-то исчезла. Да. Ну ладно. Так, стоп, вот тут уже не леса, по-моему, тут уже собака. Так, аномальный костёр под деревом. Да куда ты летишь? Иди нахрен. 17 опыта получили. Хорошо. Так, что у тебя было-то? Покажи хотя бы. Тут, по-моему, радиация, да, жёсткая имеется? Ну давай, забираем. Ладно, части мутантов. В принципе, даже Сидорич неплохо скупает, поэтому... Очевидно, что есть какой-то смысл, наверное, забрать. Я вообще что-то пришёл за тайником, но, походу, ничего не найду, да, здесь? Его про... Нет, вот он. Но он пустой, ладно. Жаль. Чё про радиации? Ноль? Да, потому что противогаз пока неплохо защищает достаточно. По поводу навыков, я не понимаю. Навыки прикольные, фич не знаю, чё убрали. Я постановлен к ним побегал, мне нравятся навыки. Может, даже стоит добавить их. Только непонятно, как они будут работать, если честно. Но, возможно, надо будет стартовать заново. Ну посмотрим, если ролик зайдёт, если вам понравится. Может быть, я заново стартану и за какую-то другую группу ровку начну играть, потому что сталкер слишком дефолтно. Хотя, не знаю, может быть, продолжим мы за сталкеровичей обычных. Что это такое, господи? Это знаешь, это вот текстурка была сейчас как от контролёра, да? То, что вот контролёр тебя как-то дамажит. И за... Ой, ну она слишком яркая, да? Есть такое ощущение. Ну, без неё тут сложно обыскивать. Контролёр как-то дамажит и в тебя пускает вот эту вот текстурку, что тебе капец. Типа, так, стальная пряжка, это сюда, это мне надо. А это разбивается? Нет? А непонятно. Просто в оригинале их не было. Ну, молит, точно не было таких ящиков. Во всяком случае, я не очень помню. Куда дальше-то хоть двигать? Кто-нибудь знает? Ну, давай ещё ящики обыскивать. Хрен с тобой. Ой, ещё? Ну-ка, погоди. Давай сюда. Это мне пригодится. И это мне пригодится. Сердечко. Получно, давай, экспи. А как-то можно строить общее количество экспи, потом куда их тратить? Потому что, по-моему, черты, ну, ноль. И что? И как это работает? Ну, это непонятно ни хрена пока, что как это работает на самом деле. Ну, ладно, пошли сейчас к Сидоровичу сходим, продадим ему тогда весь хлам, который тут только что нашли. Я думаю, что мне он уже, ну, не особо пригодится. Так, кстати, надо... Верняка можно... Почему 6? А 8-6, просто восьмёрка не вылезает. Тоже лучше, наверное, кажется, это пофиксить. Ладно, пока не будем чинить. Я думаю, что с курткой долго не пробегаю. Я быстро, Саш, на ею заменю. Так, ну, чё, у тебя там ещё имеется, кстати, аккумуляторы нашли. Хрена себе, повезло. Повезло-повезло, получается. Ну, давайте пока, наверное, всякие ящики будем продавать. Попозже их будем тогда активировать. Это пенифрин вообще. Что? Откуда у меня это? Я это нашёл, серьёзно? На 8 тысяч. Халява. Чисто с этих снычек, так сказать, насобирал. Цены улучшились, ещё мне пишут. Как только не улучшились, непонятно, но ладно. Насколько сильно не улучшились. Ладно, следуйте за мной. Но учитывая, что это хорошее, такая уникальная пушка стоит около сотки. Тут как бы... Так, почему-то, кстати, ПДА надо... Ну, странно как-то отображается. Объявления, статистика, отношения справочника, радио, сообщения. Помню, в реалити, как прям хорошо поработали с ПДА. Там много нового контента завезли. Там можно было брать квесты через ПДА. Чё-то, чё можно было делать через ПДА. Сейчас я уж не вспомню конкретно что. Но дофига всего. Ля, ну графика... Ну, это, короче, гамма плюс экспедишн, насколько я понимаю. Вот как-то смежное такое, так сказать, понятие. Так, не квинт, смотри, чтоб не затянул в эту грузовую нормальную. Не крупная. Так ты мудила, что ли ты нахер от меня идёшь, что ли? Скажи мне. То есть ты мне говоришь, чтоб меня не затянуло, а сам туда влетел. Но ты, конечно, бебезьяна. Так, поти. Ладно, поть-ка. Ладно, давай быстренько обыщем. Что тут? Находим какой-то пистолет, кстати, неплохо. Правда, он убитый в мясо, в люлю прям вообще. Но чё поделать? А он хоть заряжен, мне интересно? Так, вы за мной идите тогда след-вслед. Да, он заряжен. Походу здесь какие-то... Маленькая же земля от них трясётся, господи. Божечки-кошечки. Так, битон рнять, наверное, не будем. Ой, нет, давай нож сначала. Не будем бегать с пистолетом. Тут 22%. Ну, так, конечно, это мало. Очень. Ну, что бы делать? Болты пока не покидаешь тоже особо. То, что тебя видишь, нету... Их толком, это выживание. Хотя можно выключить это ограничение. Мы что-то не на одну же всё-таки бегаем, поэтому... Нафиг нам нужно? Правильно, правильно. Что у нас будет здесь? Если что, ребят, завтра возвращение в зону будет. Не переживайте. Будем чередовать, как я сказал ранее. Минус? Да. Действительно. Так. А, я им по рации говорю. Это, кстати, достаточно логично. Потому что мы иногда с напарниками находимся очень далеко. И как они меня вообще слышат? Спрашивается. Поэтому вполне себе вообще логичная фича вот этой сраться. И мне понравилось сейчас на самом деле. Мелочь, но зато продуманно. Достаточно здорово. Так, револьвер у тебя был. Ну, пока давай забирать всё. Я не знаю, песики тут вообще ценятся, не ценятся. Находим СВТ у него. Бляха-муха, господи! Господи! Я так испугался. Можно вас как-то пинать? Их очень много. Погоди, не надо меня бить. Пацаны, вы где вообще? Я не понимаю, вы куда пропали? Вот поэтому... Вот поэтому я и я... Тушкан, мелкий ублюдки. Нужен урод. Нет, ещё пруд. Смотри за флангами. Ты что, дурак, что ли? Ну, давай по одному херачь. Мне, в принципе, вообще не дамажат толком. Так, по мне главное не попади. Что ты делаешь? О, господи, что ты делаешь? Отмегнить, конечно же. Что ты делаешь? Глягаем. Тушканы загрызли. Ты был хорошим сталк, разложен днем из-за лучших. Пишет Костя, индеец. Ну, нехренайся, начало. Короче, пацаны, если понравилась такая вот модификация, в принципе, это такой был небольшой смотр, можем продолжить послезавтра, получается. Так, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, ещё увидимся. И что это такое? Подожди, может, я не умер? Может, сейчас мне напарники развлечат, как в Бабге условном. Ну, вряд ли, ладно, вряд ли, да? Я прав? Ну, да, я прав. Ладно, всем спасибо, всем пока, ещё увидимся и не болейте.